О гадских деяниях, что творят казахские русофобы, которые при этом бьют себя в грудь и считают себя истинными казахами. Я клянусь, мне, чистокровной казашке, стало стыдно называть себя казашкой. Стыдно вот из-за вас. Когда же вы, русофобы, уймётесь? Когда же вы заткнёте свои вафельники и перестанете во всём искать врагов и предателей, а? Когда же вы, имбецилы, поймёте, что русские нам не враги? Умалишённые вы, жалкие, которые постоянно кукарекуют о том, что русский народ стал нам врагом. А не пора ли вам задуматься, кем стали вы? Посмотрите лучше на себя, на то, как же вас легко оболванить, загадить вам мозг, обесчеловечить вас. И вы это легко проглатываете, и вы это одобряете. Да ещё и пытаетесь других скатить к таким же дикарям и русофобам, как вы. В ТикТок заливаете, где ваши гадские изречения попадаются подросткам и детям в рекомендациях. У меня просто нет слов, какие же вы лживые, какие же вы глупые, безмозглые существа. Я даже не представляю, как с вами живут ваши близкие, как вам жмут руку. Вас, по идее, свои же должны обоср***ть такого. Вот вы, конченые, говорите постоянно, что русские вам должны за голодомор. А какие русские? Нынешние русские? Петя, Вася, Саша, Маша? Которые к тем временам никакого отношения не имеют. С кого вы хотите спрашивать? Для чего вы, имбецилы, употребляете призыв о Ян Казах? Для чего вы кого-то призываете просыпаться в наше мирное время, где нет ни Сталина, где нет ни Голощокина, а? Голощокина, который и не был русским. Я еще раз вам, имбецилом говорю, откройте свои шары, сядьте, либо остановитесь. Сделайте глубокий вдох. И взгляните внимательно на окружающую действительность. И задайте себе вопрос. Нынешнее поколение русских какое отношение имеет, а? Да? Это же элементарная логика. Когда же вы, конченые, перестанете копать и перевирать историю, подводя все к русским? Когда же вы перестанете формировать ненависть к русскому населению через свою наглую ложь в роликах? Вот вы бьете себя в грудь и называете себя патриотами Казахстана. А знаете, кто вы? Вы никакие не патриоты. Вы враги Казахстана. Причем не просто Казахстана. Вы враги всего казахского народа. Потому что именно вы ведете к тому, чтобы именно казахский народ втянуть в войну с нашим соседом, который никогда не желал и не желает нам зла. Посмотрите, в кого вы превратились. Вот вы не сохранили то немногое, что осталось на нашей планете, отделяющее нас от обезьян. Знаете что? Человечность. Вы не сохранили этого. Может, когда-нибудь вы найдете в себе хоть какие-то силы отдуматься и задать себе простой вопрос. Что мы творим? Как мы приплыли к тому, что в одночасье стали сеять зло, и вместо того, чтобы объединяться друг с другом, мы стали разделяться, натравливать, выяснять, кто расист, кто рыскул, кто манкурт, кто путинист, не путинист, забывать дружбу, совместные достижения в науке, промышленности, культуре. Задайте себе вопрос, почему мы превратились в смутьянов, которые ведут народ к тому, чтобы они ненавидели друг друга? У меня просто нет слов. Подлость завелась на нашей земле. Подлость, подлость, которая оболванивает наше население, рисует нам другую историю, нанимает для всех этих дел всяких полп***, недоблогеров, продажных телевизионных проституток, выставляет за журналисток, общественных деятелей, их шестерок, которые активно пытаются раскачать наш многонациональный дружный Казахстан. Общество продолжает раскалываться под этими всеми псевдоблагородными обоснованиями об исторической, в кавычках, справедливости. Многие уже привыкли к таким терминам, как ватник, расшист, урыскул, мангурт. Подрастающее поколение, большинство из них уже даже не знает историю того же Советского Союза. А если и знает, то в негативном свете. Некоторые вообще называют совком, говорят о репрессиях. И ни слова о достижениях. Ни слова о достижениях того же народного хозяйства, культуры, науки. Ни слова. Нас тупо хотят обесчеловечить и натравить друг на друга. Появилось множество вредителей, разжигателей, провокаторов, ущемленок, которые постоянно выискивают, где бы ущемиться. Ищут малейший предлог, где бы спровоцировать, где бы подослить, который сеет зло и формирует ненависть к России и к русским. И как вообще можно быть такими, а? Как не западло вообще быть такими? И они еще бьют себя в грудь и называют себя истинными казахами. Видя вот это все, я блевать хочу. Мне становится тошно. Я чувствую грусть и досаду. И после такого мне стыдно называть себя казашкой.